Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Мы продолжаем играть в игру Train Sim World и проходить сценарий сменов Камберлэн. Суть сценария в том, что мы помогаем сломавшейся бригаде на перевале, они тащили состав с углем, но, к сожалению, что-то у них с тягой случилось, поэтому вызвали нас, и мы на двух GP38-2 согласились помочь. И, прицепив всю эту вереницу, эти два локомотива и их состав, тащим их в Камберлэн. Почти полпути мы уже проехали, нас попросили остановиться у светофоров, поскольку горел красный, и поскольку перед нами на удалении идет с парка SD40, тащит они с Церной, тоже в направлении Камберлэнда, поэтому, видимо, мы выжидаем какой-то интервал, чтобы был между нами. Но сейчас уже, как вы видите, вот горит зеленый. Вот мы запросили занять... Да, занять перегон до Камберлэнда, нам разрешили это сделать, и, соответственно, мы продолжаем. Ну что, пристегните ремни, погнали. Точнее, одевайте каски. С нами вот друг едет, как всегда, неотъемлемая часть. Кстати, мне больше нравилось ехать с девушкой, но ничего, и так сойдет, как говорится. Так, ну что, поехали, начинаем потихонечку движение. Дали нам добро. Впереди зеленый свет. Поехали. Потушим свет. Не будем тратить драгоценную электроэнергию. Немножко я изменил худ. Вот вы сейчас видите, что у нас в правом верхнем углу показатели светофора и ограничения по скорости находятся. Решил я убрать их с путей, чтобы маркеры не мешали нам смотреть, что происходит. Попробуем так. Вот эти два сломанных локомотива, у которых проблемы с тягой. Они у нас сзади. Ну, что-то вроде они вон там заведены. Видать, греются ребята. Эх, опять вот этот вот пролаг со звуком. Сейчас мы попробуем от него избавиться. Эльц, 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 эльц. Нет, не получается. Ну, ладно. Ничего страшного. Начинаем разгон потихонечку. Как я говорил, управляем мы двумя GP38. Более совершенные локомотивы, нежели SD40. У нас темнеет. Едем мы с вами сейчас вот по вот такому маршруту. Маршрут нам уже знакомый. Так что я не думаю, что будут какие-то у нас казусы. Ну, продолжаем движение. Скорее всего придется следить сейчас за светофорами. Хотя вот я вижу, что через 2 мили у нас зеленый горит. Так что продолжаем набирать. Немножко я подразобрался в клавишах с торможением, чтобы это делать с клавиатуры. Очень интересный есть такой баг по этому вопросу, почему у меня раньше не получалось это сделать. Оказывается, в игру, чтобы нормально пользоваться раскладкой и тормозами с клавиатуры, надо заходить с включенной русской раскладкой. Если вы, например, до этого была у вас раскладка включена английская, то клавиши определенные не работали. Соответственно, я не могу понять, почему же они прописаны в самой игре, грубо говоря. Есть прям назначения клавиш таких. А в самой игре не работали. Вот, все зависит от той раскладки, на которой вы заходите в игру. Так, 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 не торопимся. Чуть-чуть притормозим независимым. Намного удобнее, конечно, играть с клавиатурой. Не надо вот это постоянно дергать эти ручки, отвлекаться от дороги. Также у меня несколько было попыток записать уже это видео. Еще раз, насколько помните, я вам говорил, что сейвы не работают. Причем вот сейчас, когда я доиграл, проходил первую часть этого маршрута, поскольку сейвов не было до этого, то получается, что они начали работать. Причем никаких дополнительных там скачиваний, каких-то патчей пока не было. Пока не пойму я никакую какую-то зависимость. Но вроде они работают. Потом пытался записать видос вчера, и у меня, например, поломался сценарий. То есть у меня все светофоры были красными. И они ничего не помогало. Я ждал, сидел там 20 минут после того, как сцепился с составом. Не загорался ни желтый, ни зеленый, ничего. То есть поломанный. Я поехал на красный. Соответственно, следующий был красный. Ну и, честно говоря, бросил я это дело. Потому что, ну, как-то играть в сценарий и ехать против правил, ну, не камильфо, прямо скажем. Ну, сейчас вроде все работает ровно. К сожалению, патча так и нету. Ждем, надеюсь, до прохождения следующего сценария. Очень интересного сценария будет снег и лед. Трехчасовой. Очень жду, чтобы поправили запись. Ну, если вдруг она заработала, не знаю, с чем это связано. Я еще раз проверю, потом без видео. Вот. Тогда будет здорово. Да, остался нам заключительный сценарий. Вот этот вот лед. И снег и лед, точнее. И потом мы с вами поедем в свободном режиме. Поисследуем карту. Позанимаемся всякими глупостями. Кстати, если у вас есть какие-то идеи, пишите в комментариях, мы их реализуем. У меня сейчас есть одна идея такая прикольная. Очень хочется мне разогнать до максимальной скорости локомотив. И посмотреть, что получится, если, например, там превысить скорость, войти в какой-нибудь поворот. Ну, посмотреть, сойдет поезд с рельсом, не сойдет. Очень интересно. Так, окошки. Открываем, закрываем. Нужно тысячу раз открыть, закрыть окошки, чтобы дали ачивку. Но, честно говоря, ачивки сейчас, по-моему, не работают, поскольку я вам... Давно уже мы не получали с вами ачивок. О, встречка. Автовозы тащат 44.00. Локомотив. Самый мощный пока в игре. И на этом маршруте, на этой карте. Сент Патч Грейт. А, нет, перепутал. Это угольные вагоны, пустые. Мы туда полные тащим. Вон, видимо, пустые, на шахту тащим. Пока игра продолжает подлагивать. Но, вот-вот, уже почти неделя прошла, с тех пор, как патч выпустили на тестовый сервак. Так что, сказали, что в течение недели должны на лайфы выпустить. Ну, ждем. Ждем. Я надеюсь, что следующее видео уже будем писать. Следующий сценарий проходить уже с новым патчем. Жалко там, конечно, не добавить никаких локомотивчиков, вагончиков, никаких сценариев. Это чисто работа над ошибками. Ну, и то хорошо, как говорится. Не спишь? Не спи. Темнеет потихонечку. Все больше и больше проявляется наше головное освещение. Красота. Так, опять мы начинаем разгоняться. Независимый. Ты что, не держишь? Хотя независимый это только два локомотива тормозят. Такой состав оттормозить, конечно, надо. Это не пожгем мы тут. Эх. На автомате придется. Давай, останавливайся. О, пошло дело. Да, такую махину остановить. Целая проблема. Спуск у нас 1,3 градуса. Ловим с вами поезд. Да, ведет на сброс. Все отлично. Независимый, конечно, тут особо нам не помогает. Дюже тяжело для него. Так, перетормозил. Отпускаем. Ох, как перетормозил. Мне сейчас еще пока не привык я к этим клавишам. Они очень интересно работают с задержкой. Перетормаживаем. Независимым все-таки проще пользоваться. Но он, к сожалению, не удерживает весь состав. Автоматическим пользоваться другие проблемы. Он очень много накачивает воздуха, пока этот состав... Так, все у нас отпущено. Давай, 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 давай. Ну, и что? Не говоришь, что ты сейчас полностью остановишься? Эх, не люблю я. Автоматически. Ну, и что случилось у вас? Ну, все в порядке. Давление, конечно. В системе. О, пошла жара. Скорость, как всегда, у нас тут небольшая на этом перегоне. Под конец только нам там разрешат полтинничек дать. Ответ. Прямее. Ответ. Ответ. Корролев. О Jakinc舞. Ответ. Ответ. Надо сразу наверно независимо включать, чтобы то не разгонишься, то не остановишься. Беда с этими тяжелыми поездами, заборчик такой. О, нормуль. Да, вот без маркеров по скорости и по ограничениям как-то так удобнее. Да, приходится очень работать тормозами усиленно на спусках. Опять превышение. На начальном применении более-менее держится на сплоне. Но постоянно приходится раз, 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 раз. Сейчас немножко градус упадет. Тогда перейдем уже на независимый. Угу. Уже проще. Непонятно, правда, что изменилось. Также полтора процента уклона и остался, но вот уже можно держать состав. Нет, все равно пошло вверх. Уже проще. Эх, красавец, конечно. О, колодки видно. Ничего себе. Интересно, а работать они будут, если я сейчас, например... начальное торможение. Начальное торможение. Нет, ничего, да? Не колышется. Эх, жалко. О! О! Видно, как каретка ходит. Отдельно от самого. Да? Здорово. Прикольно, конечно, физика. О! Прямо четко видно, как. Здорово. Тут даже вон как будто пружины какие-то. Ну, здесь по идее, да? Должны быть подушки, наверное... Нет, пружины, наверное, пружины. Причина. Так. Ну, нормально, держим такую скорость. Все спокойно, да. Остановки в Камберленд. 1,14 миль. Ну, я так понимаю, там придется остановиться до самих маневровых путей. И как в прошлом сценарии, когда мы полностью за... Нет. Когда мы тоже убль доставляли, везет нам с углем в последнее время. Тоже там приходилось останавливаться перед Камберлендом. Возможно, нам даже придется там какие-то стрелки переводить. Давай, давай, сбрасывай. Давай поможем автоматическим. Ну, пока штрафов здесь за превышение нет, поэтому... в принципе, есть там чуть-чуть. Вот, падай, падай. Угу. Отлично. Ну, опять там сфотка. Угу. Какой у нас состав. Кажется, такой длинный. Интересно, сколько у нас было? О! Можно прокатиться, как зацеперы. О! Красота! О! Можно локомотив управлять отсюда. Отлично. Так. 1,7. Уплод увеличился, а скорость наоборот падает. Странно. Ну, поддадим немного. Давай. Вперед. Ну, так хорошо и тихо. Тихо, тихо. И как бы на улице. Побивипы. О, заморгали фары. Опять пошел разгон у нас. Да, независимый тут мало помогает, конечно. Давай, 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 сбрасываю, независимый мы тогда отключим. Ну, там подальше мы должны уже выйти на более пологие участки, ну, уже вот 1,3 уклон, потихонечку падает, сейчас будет полегче, даже уже что-то сильно легче стало. Пойдем накатиком. Ага, накатиком. Странно, плавает как скорость. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, зорька. Таким макаром у нас в Камберленде Уже ночь будет Посмотрим хоть Ну, было бы здорово Если бы сценарий такой Ночью бы закончился Чтоб он отличался От остальных сценариев Тихо, тихо Непонятно с чем связаны Эти скачки скорости Вагоны нас что ли догоняют Или у тех там тяга заработала Скажи им там в хвосте Чтоб они там не баловались А тут чай там видать напились Давай рычаги дергать Отцепим же нафиг Станутся здесь в лесах Да, со скоростью явные проблемы у нас Скорость маленькая Ну, зато пейзажик Прикольный Речка Ух ты Красивое небо Красота Как там за цеперы Держатся еще Да, с угольком они что-то Фракция должна быть Крупнее, конечно Пыль какой-то угольной Нагрузили Там тоже нет Ну, вот обычно Угу Вот сейчас хорошо Скорость не прыгает Все великолепно Можно Посмотреть виды Правда, здесь мы уже По-моему, вот этот отрезок От Камберленда до Сент-Пачи Мы уже Раз, наверное, шесть Проехали Вот Обгонный путь Или что это у нас Тупик какой-то Да Тут Непонятно Что это И для кого это Очень маленький Маленький отрезок Ну, разве что Спарку локомотивов Туда загнать можно Да Тут можно прям Брать Вот так вот Жалко В таком Нельзя Режиме Управлять Тепловозом О Ишь ты Так Это что Произошло О Похоже Забаговались Мы с вами Друзья Вот это Да Зато у нас Есть доступ К рану Экстренного Торможения Как только Я здесь Оказался Не понял И что Все Локомотив Несется Бро Дай руку Сидит О дает О Фу Эх ты Кстати Нажал я на С Кнопочку Так что Если У кого Будет Такая Сложность Так Скорость Мы потеряли Немного Отпускаем Ух Я уже Прямо Обосразу Сейчас Чуть Было Не за Фейли Так Фух Давай Набирай О Уже Почти Темно Интересно Прям О Как Классно Светит Ну Мне кажется Или Должно Быть Наоборот Точнее Наоборот А прожектор Должен Светить Ярче А вот Эти Два Габаритных Стоят Начинаем О Что У нас Тут Опять В Разгон Ну Я думаю Независимого Нам Хватит Погасить 0.8 Уклона 0.9 Уклон Растет Фары Моргают Все Как положено Давай 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 Отлично Да Независимо Проще Пользоваться Однозначно Так У нас Впереди Желтый Ну Как я и говорил Мы Идем В таком Как бы Между Желтым И зеленым Поскольку Впереди Нас Состав Мы будем Надеяться До красного Мы Не догоним Хотя Странно Вообще Что он Там Еле Ползет Что ли По идее Должен С такой Скоростью Как и Мы Ехать То есть Мы Не должны Его Догонять По идее Или Он Там Тоже Сломался Ну Две Мили Пока Еще Может И зеленый Будет Стараемся Держать Скорость Тоже Какой Маленький Короткий Запасной Путь Почему То Они Тупиками Не Обозначают Странно Просто Заканчивается Железка И все И в Поле Так Ограничение Тридцаточка Даже Не Тридцать Пять Хотя По идее Должно Быть О Это Что Вот А Следующая Все равно Тридцать А Было Двадцать Пять Получается Так Сбрасываем Тормоз Отпускаем Точно И продолжаем Катиться Под уклон О Загорелись Фонари Прикольно Слышите Красиво Класс Интересно А в домах Свет Газ Горит Ну В этом Че то нет Хотя машины стоят Должен быть Кто дома Опять У нас Что Ты будешь Делать Здесь вообще Ни на секунду Не отвлечься Э О Попопопопопопопопоп Давай 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 Сбрасывай То мы Так Уже По желтым Идем А Во Уже Зеленый Отлично Что Едет Что Да Машинка Перемещается Редко Тут Увидишь Машину Опять вот только задействуешь автоматически тормоза Сразу вот это вот Переторможение происходит Очень вяло Реагирует состав И на применение торможения И на отпуск Торможения Грубо говоря Ну с другой стороны понятно Пока там воздух по всей системе Опять побежала Опять побежала Ого он какой то к нам навстречу Пруэт Опять Опять уголь Ну да видите тут такой Маршрут Уголь самое популярное Вот еще крытые вагоны Так и дает за них заглянуть ЦСР А ну это сборный состав Вот формы вот есть Ну все равно Прямо скажем Не богат Вагонами Не богата вагонами Эта карта Ну сколько там Ну максимум Видов наверное Пять вагонов Максимально У нас получается есть Угольный вагон Автомоавтовоз Окрытый вагон Обычный товарный Платформа ЦСР Ну и как бы все Да Пять видов вагонов А Еще есть вагоны Которые контейнеры возят Шесть Шесть видов вагонов И три вида локомотива Скромненько Скромненько Ничего не скажешь Ну Ничего Надежда Есть На то что они будут поддерживать Именно этот Train Sim World Единственное Я не совсем понял Вроде они и ТС-17 Поддерживают То есть Они Две игры Одновременно Выпускают Или все таки Это преемник Train Simulator Странно Если они Две игры поддерживают То вполне возможно Вот эти вот ТСВ Это они И в самый последний момент Будут что-то Делать Что было бы конечно Печально Потому что Этот движок То конечно Повеселее Покруче Такой Красивее Ну С другой стороны На две игры Тоже Разорваться Тяжело Будет Красивое Место О Туннель Вот Все равно Прожектор Как-то Странно Работает Почему Вот он Вдаль Туда Не бьет Должен Должен Же быть Пучок Такой Прям Света Да Ну Опять же Таки В патче Они говорили Что со светом Что-то Будут Менять Ну По крайней Мере Так написано В патче Типа Вода Болтаются Или что Это такое Есть Некоторые Лаги Например Бывает Что Вот Шланги Которые Между вагонами Сцепные Они тоже Как-то В небо Летят Ну Работы Много Еще Конечно Работы Много Над игрой Над Оптимизацией Автоматически Нет Ты в последний Момент Вот На независимом Отлично Вообще Великолепно Как вы тут Ребят Нормально Все Держитесь Ох Они только В туннель Въезжают Слушайте Длинные У нас Поезд Чем-то у нас Сняло Зацеперов Попадали Ну Сейчас Мы проверим Посмотрим Как у нас Тут Вон Здесь Вот Сядем Ай Красота Какая О А в домах Работает Свет Включаются Огни Слушайте Ну Здорово Здорово Ночь Тоже Неплохо Вполне Вполне Так Падает У нас Скорость Чуть-чуть Отпустим Независимый Все те же Полтора Процента Прямо Стабильно Как Но все равно Вначале То Мы вообще Не могли Никак Остановить Независимо Странно Как-то Ведет Себя Конечно Локомотивы Ведут Себя Очень Подозрительно Да Наверное Из-за Того Что У нас Длиннючий Хвост Слушайте Ну Вот Кстати С таким Вот Худом Где Отображается В правом Верхнем Углу Сигнал Светофора По-моему Приятнее Играть Я уже Так Даже Более Менее Подпривык К этому Не маячит Эти красные Там Маркеры Есть Тут Маркер Только Где Остановиться Да Так Как-то По Интересней Его Надо По чуть-чуть Так Пользовать Автоматически Раз Да И вот Пошло Торможение Долгоиграющий Такой Такие Горы Ну Уже Падает Туман Предночной Вообще Холостых Пойдем Здорово Слышно Глобоны Понятно какой породы тут деревья какие-то это вроде сосны что-то неясно не узнаю их в гриме здорово флори все подсвечается подсвечивается да смотрите тут получается каждый сценарий уникальный хоть они и похожи друг на друга там но вот ночью мы еще не ездили здорово максимум они выжили конечно с этой карты этими сценариями зимой конечно будет прикольно для разнообразия а еще тут есть кстати ачивка за 100 вагонов по моему надо будет ее тоже потом в свободном режиме сделать а можно будет вообще проверить там вот состава то что стоят на сортировочной камберленде их все сцепить в один интерес потащит я думаю настолько физика в игре конечно не создан мне кажется потащит ну опять же интересно да самый такой длинный поезд эх красота ну не устаю говорить конечно здорово сделаем все ну извините но нравится игра даже с ее лагами с ее багами с ее вот этими всякими застревали виду здорово когда они доработают будет вообще но сказка сказка будет и ну пока если уж так хорошо то как же будет когда все будет работать причем проблема скорее всего в составах вот в этих длинных длинных составах видимо каждый вагон просчитывается и чем длиннее состав тем больше лагов потому что если на одном локомотиве мчаться вот когда мы первую серию писали этого сценария там нам надо было вот эти два тридцать восьмых подогнать под сломанный поезд вот я помню что там нормально и без тормозов все там фпс довольно приличный был как только сцепляешься все начинаются про лаги и еще вот недавно заметил сейчас с этой стороны плохо видно сейчас я вам покажу вот обратите внимание вот на перила вот вот видите идет такая как рябь и вот здесь такая же рябь есть вот по окну не знаю насколько это вроде больше нигде нету то есть как-то непонятно то ли это оптимизация причем ставил на минимальные настройки тоже самое ничего не меняется вообще то есть без разницы здесь высокие настройки слабые ну может быть чуть-чуть становится быстрее но в любом случае идеальной картинки нет идеальная картинка получается только вот на ну на одном локомотиве когда едешь следуешь тогда да тогда картинка нормальная надо с ними составами что-то делать и как раз патчи они писали про это то что они там составы дорабатывают как-то что-то там их оптимизирует теоретически можно сейчас залезть в папку игры установить там тест файл и попробовать тестить но честно говоря не очень хочется потому что обычно вот эти все тестовые файлы потом назад игру хрен вернешь надо будет переустанавливать сбросятся все наши достижения все наши маршруты честно говоря не рискну ну как то мне как то мне ссык немного все таки все таки привет друженикам поэтому уж дождемся релиза ну я думаю недель то хватит они в прошлую пятницу анонсировали 31 числа сейчас 5 число то есть завтра у них последний день получается на выкат ну хотя с другой стороны всегда это все задерживается обычно у всех тут ничего такого нового я думаю не случится так опять ты начинаешь тут у меня бузить давай притормаживай ну долго мы конечно едем вот этот серпантин тут кошмар это мы всего три километра три мили проехали обалдеть скорость конечно еле еле как черепахи ползем опять начинается ладно применим применим автомат автомат вообще всегда помогает только когда надо остановиться вот блин дождешься ну да уклон большой красиво так все не буду больше говорить тормозить думаешь опять у нас какой то путь запасной или это уже обгонный да и свет сделан нормально в тске конечно в тренд симуляторе там вообще с ночными ну насколько я помню может быть сейчас уже там поправили это дело но насколько я помню там проблемы были всегда с ночными картами ну прям чувствуется городишко начну бип-бип ну я не все так и 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 туманчик ну unreal движок конечно с точки зрения красот он я думаю в линейке лучших стоит с cry engine там с эх вылетел из головы еще движок есть тоже красиво сетевые игры на нем многие сделаны unite его тоже неплохой движок хотя сейчас уже многие движки допилены и frostbite уже нормальный движок а вот эти вагоны старые я все думал держите вагоны которые там на фотках есть вот они о что я вообще сижу и давно это я не вижу что здесь уже примик надо запомнить что как вот поселку этот въезжаем так можно уже дури дать давай наваливай да уклон уже упал отлично зацеперы помню в молодости тоже так катались железная дорога перед домом проходит там тоже недалеко есть товарный вообще на товарном стрёмно можно далеко очень уехать ну единственное у них плюс что когда они идут по живые ветки по которой ездят пассажирское идется пассажирское сообщение то они там каждые там полчаса где-то даже может быть меньше им приходится останавливаться пропускать там электрички дальние поезда так что в принципе в другой город на товарнике не уехать ну как ему если не слазить когда он стоит на обгонных путях то тогда можно конечно вот вот полтинник хорошая скорость лично слушайте не темно прикольно все равно в кабине как-то светло хотя вроде никакой свет не работает вот может так сделать вы проснулся не спать все лампочки горят все горит все здорово едем 10 миль нам осталось так скорость падает так тормоза отпускаем уклон падает прибавим немного да перед листа идущий состав уже наверно в камберленде может быть мы его увидим на парковке то опять погнал разгон нет разгоняется ты посмотри да тут кстати вот казалось бы игра такая довольно скучная но на самом деле когда ты постоянно находишься в напряжении тут не до скуки Оооо Получена награда 100 километров проехали Вообще километров Должно быть миль Что это такое Что-то мало Сколько мы уже Шестой сценарий проходим Неужели мы всего 100 километров проехали Очень странно До ней Мне кажется мы больше Должны были проехать То есть тут получается 30 миль От края до края Потому что с середины карты Сент пача Здесь получается 16 А до шахты Ну тоже около там 14 То есть в общей сложности Получается 30 миль Весь этот Сент пач грейд Участок 30 30 А ну Теоретически могли и сотку Ну и только не километров То да А миль Будет правильней Так уклон у нас вообще почти упал Я смотрю Продолжаем Гонку на скорости 50 миль В час Да Гонкой конечно Это можно назвать С натяжкой Причем вот так Когда отдаляешься Быстрее кажется Вот так вот Да Как будто Замедляется время Атакуем Оп Давай Батька Ты чё Восьмая Федера Чё ты не это Давай 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 Набираем Неохотно А чё Чё у нас Тормоза А Понятно Вот я Лашпед Ясно О Сижу Жду Пока мотор С тормозами Борется Кто Кого Так Начинается У нас Заселенная Местность Я так понимаю Да Ночью Всё работает Окошки Горят Фонари Горят Причем Очень похоже На то Что Разная Цветовая Гамма Есть У фонарей Есть Желтые А вот Те Высокие Они По моему Белым Таким Отдают Там ещё Озеро Прикольно Прикольно О Звёзды Появились Ночь Ну Какая-то Даже Луна Есть Ничего Себе Вот это Да Круто Но всё равно Спидометр положим На этом локомотиве Будет здорово Посмотреть Как это выглядит Хорошо Едем Да Не знаю Пока Вот Мне нравится Больше всего 38 GP38-2 Не знаю Мощный Конечно Тоже Хорошо Там И кабина У него такая И краны Эти Ну может Когда пофиксят Экраны На нём Тоже будет Приятно Ездить Но пока Конечно Вот это Вот Аналоговость Вот этих Вот Приборов Вот эти Все ручки Всё такое Прикольно Меньше Среднее Между паровозом И современным Локомотивом Ох Если здесь Ведут Паровозы Вот это Будет Огонь Вообще Там Конечно Сложнее Ездить Если Реалистичный Режим Ещё Будет Но я так понимаю Здесь Вообще Любой режим Реалистичный Здесь нету Есть Режим Такой В ТС Тренд Симуляторе В обычном Там есть Помощники Всякие Всякие Ну вот С помощниками Конечно Вообще Получается Аркада С помощниками Вообще Каждый Сможет Ездить Довольно Всё просто Никаких Вообще Там Заморочек Нет Ну тут Пока Такого Режима Нет Тут Никаких Помощников Ничего Такого По моему Нету Здесь Помощника Отключить Отключить Сходу На Стрелках А Это Когда Врезаешь Стрелку Тогда Нет Нету Тут Ничего Сходу На Стрелках Может Включить Хотя С другой Стороны Мы С вами Ещё Ни разу Не Врезали Стрелку Так Скорость Опять Падает А Уклон Вверх Пошел Разбудим Людей Не Ну мы Ж должны Перед Переездом Жампнуть Да Если Будут Ее Поддерживать Она Обрастет Модами Очень Много Людей Мододелов Сами Делают Вот Мастерской В стимовской Появится Как В трак Симуляторе Там В основном Все моды Сделаны Людьми Не имеющими Отношения К Разработчикам Опа 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 Отпели Сжимаем Так Желтый Там У нас Смотрим Так А может Получается Подъезжаем Что Четыре Мили Осталось Не так Много Ну Опять Мы Уже Вон Больше Часа С вами Едем В этой Серии Соответственно Нам Еще Там Сейчас По Товарной Лазить По Маневрову Однозначно У них С Временем Беда Какая Да Свет Отличается Отличается У этого Белый У этих Ну вот Этот Мне Участок Нравится Полтинник Кругом Как-то живенько Какие-то Поселочки Какие-то Домики Прудики Сразу Видно В город Подъезжают Центральному Так Ого А что Это Эх Эх Тормозим До Тридцати Пяти О Желтый Догоняем Ага Немножко Подадим Цементный Заводик Слева Ну Или Может Элеватор Тоже Не Исключено Ну да Похоже На Элеватор На Канолу Похоже Темная Какая-то Субстанция По крайней Мере В Фарминг Симуляторе Такая Темная Канола Ну Рапс По нашим Так Опять у нас Превышение Так 25 Уже Ограничение У нас Ну мы Подъезжаем Уже Пункт Назначения Ага Отлично И там Уже Поползем 15 Миль Час Там По-моему Больше Что Трудновато Да Я Сбросил Ну Перестраховался Немного Давай 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 А Мы Эти Габаритные Огни Все равно Остались Да Тут Плавник Кстати Загорается Да Тут Приятно Ехать О Там Даже Какие-то Высотки Есть Высотки По сравнению Со стальными Домами Высотки Конечно Ну Целых Четыре Этажа Практически Небас Кребы Так Одна Миля До Светофора Две Мили У нас До Так У нас Уже Наклона Нет Никакого Так Что Полностью Все Отпускаем И На Инерции А Нет Смотри Разгоняется Нет Пошел Все Как будто Хвост Там Еще На Склоне Дорога Идет Связывает Видимо Эту деревеньку С Самим Камберлендом Здесь Кстати На востоке Это Камберленд А на запад Туда Где шахта Там Питтсбург Вполне Возможно Будет У нас Еще И В Питтсбурге Дорога Какой Ни Там Какая Ни Карта Потому Что В трейн Симуляторе Есть Кстати Я Вот Не Помню По Моему В трейн Симуляторе Этот Маршрут Есть Кстати Интересно Надо будет Глянуть Или Напишите В комментах Может кто-то знает Ну По идее Должен быть Такой Знаменитый Маршрут Все Разгоняться Не Хочешь А нет Пошел Что ты Разгоняешься Здесь Ровно Странно Да Странно Да А вот Желт Желтый Сигнал Горит Но Нам Надо Остановиться Перед Камберлендом Сейчас Наверное Будем Заниматься Стрелками Скорее Всего Да Прибываем Камберленд Отлично Я надеюсь Я правильно Произношу Название Этого Города Так Ну что Мы будем Сегодня Останавливаться Эээ Тормозить Думаем Стой Понятно Мы еще Сейчас И не доедем Что-то Я Перетормозил Опять Ну страшно Пролететь Не хотелось Уморгай Тут опять Скорость Наверняка Этого Вагона Толкают Судя По Всему Таким Рывками Хотя Все На нейтралке Все Тормоза Отпущены Толк Дотянем Добавы 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 Давай, 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 давай. Тормози. Ну, слушайте, должен быть зачёт, должен быть. Так, запрашиваем разрешение на прибытие в Камберленд. Так, разрешили руководствоваться сигналами светофора. Всё, диспетчерская, едем. Так, у нас зелёный. Так, тут надо проверить однозначно стрелки. Так, во время приближения к стрелочной горловине парка Камберленд, вы встретите стрелки, которые нужно перевести. Ну, я так и знал. Так, ну что, займёмся стрелками. Так, тут у нас что за вакханалия? Стрелочная вакханалия. Подождите. Так, нам надо... Ага. Так, соответственно, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Так, это правильно, 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 правильно. правильно. Так, это правильно. Едем, едем. Так, тут у нас что? Тут у нас вот это. Туда. Это туда. Это туда. Это непонятно. Блин. Эх. Так, сейчас задача выполнена. Ага, две мили. Подождите, проверяем теперь. Стрелки у нас переводятся только в активном режиме. Так, прямо. Так, отлично. Отлично. Тут мне интересно. Уходим сюда. Прямо. Ну да, наверное. Да, скорее всего здесь верно. Угу. Ну что, погнали. Отпускаем наши все. Давай с четвертой поедем. А, нам наверно не дадут тронуться, пока мы не накачаем сейчас. Так, качаем. Воздух. Давай, 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 давай. Ага. Так. Уграничения у нас сейчас до пятнадцати пойдет. Судя по всему. Где у нас тут зациперская бригада? Чуть не пойму, святая. Тает что ли же? Да, за той стрелкой придется следить вручную. Так, вручную просто. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Так, двадцать пять ограничений. Да, следующее пятнадцать. Так я и думал почему-то. Прикольно так ехать. Давай, тормози. А то у нас сейчас по головке не погладят. Причем уклон вверх. В горку едем. Он все равно разгоняется. Ага, отлично. Слушайте, ну ночной тоже прикольнее в город. Сейчас бы на нос вытяни и не пойду. А тут, кстати, можно вот таким вот образом. А, нет, таким не получится, потому что мы там на зацеперах у нас камера-то стоит. Какая-то покачивается. Слушайте, ну вот ощущение прям действительно вот выглядит очень как-то подобно. Очень. Вот такие вот покачивающиеся вагоны. Звук такой прям очень похоже. Очень. На реальность. Вышки. Кстати. Ну как, как ведет себя сцепка. Ну прям по физике все, ребят. Смотрите, она и туда ходит, и внутрь. И так покачивается. Супер. Ну-ка. Класс. Обалдеть. Шланги отдельно. Ну да, тут нам ехать еще минуту. Наверное, 10-15. А, а время уже час 25 проснимали. Пишутся 20 минут. Я не представляю, сколько будет времени потрачено на снег и лед. Там 180 минут объявлено на прохождение. Соответственно, это будет, ну да, час 4. Ну, будем снимать по часу ехать. Главное, чтобы ввели сохранение. Ну, вроде работают я еще по 1000. Потестирую точнее. Так, где там та стрелка непонятная. Так, после левого крутого поворота. Получается. О, нормально. Прыгай. Проехать можно только на тракторе. Ну, или на джипе каком-нибудь. С неубиваемой подвеской. Ну, автомобили здесь статичные стоят постоянно. На каждом сценарии они здесь. Ничего здесь не меняется. И этот тут стоит. То есть, динамики никакой вот. В плане там раз в одном сценарии их нету, в другом они есть. Такого нет. Да, есть какие-то единичные автомобили по карте. Ну, их очень мало. Очень. Вот сейчас вот огромный город. Вот сейчас увидите. Там одна-две машины проедет. Да, с одной стороны игра прикольная, хорошая. Все. Предпосылки есть на игру прям реально. Нового поколения в симуляторах поездов. Кое-чего, конечно, надо бы дорабатывать. Ну, освещение вроде неплохо. Вот эти мачты мне нравятся тоже, свет у них такой особый. Ээээ, куда поехал. А, у нас уклон полпроцента. Так, не разгоняемся. А то сейчас как налетим. На. Чего-нибудь. О, лампы даже на вагончиках есть. Ну, не поленились. Правда, они чё-то как-то ничего не освещают. Так, допустим тормозилки. Ну, здесь в городе мост он с сеткой, чтобы никто не бросился. Так, левый поворот, да, у нас должен был быть. Но мы должны на самый правый путь перейти. После этого уже. Так, надо нам, наверное, подстраховаться. Где-то там наша бригада зацеперов полетели. Чтоб не тормозить поезд. Или чтоб не выбегать из него, как в этом фильме. Неудержимый или как-то. А, смотри-ка, дальше не даёт отлететь. Ну, ладно. Так. Тормози. Не очень, конечно, далеко. Ну, всё равно затормозить, наверное, успею. А, мы ещё можем вот так камерой придвинуть. Так, ну всё, мы готовы. Чё вот это вот за кожемяка? Чё это? Чё ты развёл тут какие-то проводочки? О, какой серьёзный дётька-то. Ништя. О, First Aid and Copper Kit. Аптечка там у него. Нет, слушайте. Свет-то здорово. Но всё равно, мне кажется, в кабине должно быть темнее всё-таки. Я, конечно, не может придираюсь. Ну, ребят, мне так кажется. Вы уж меня простите. Вот, левый поворот пошёл. Сейчас там мы будем переходить на крайний правый путь. Где-то оп-оп, прогрузки пошли. Субтитры подогнал «Симон» Иисус К Эх, на поезда можно смотреть прям долго. Опять светло, а это мы фонари так проезжаем, ишь ты, эвана как, так, а что это у нас так, скорость падает, а выровнялся, рельеф, а вон тоже в углу, видите рябь какая-то. Может, конечно, ты меня с видюкой что-то хотя бы лет. Ну, вот и по ночи поездили. Ну, по ночи, конечно, сложно сказать, по вечеру глубокому. Хотя, светло как-то. Так, здесь мы сейчас будем направо, да? Перемещаться, точно. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот эта стрелка нас интересует. А, все, верно. Отлично. Так, здесь нам надо налево, а здесь прямо. Ну-ка. Да? 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 А где перед нами, который шел? Ничего себе тут, смотрите, сколько тут. Тут такой можно поезд собрать, ребята. Это что? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Четвертый. Спит. Тормозить будем? Слушайте, ну здесь нет этого состава, который перед нами шел. С цистернами. Может он, конечно, туда ушел? Налево. Не только айссортировочная. Прикольно. Вот. Дальше. Вот. На карте она как-то выглядит больше. Да, уже здесь все знакомо. Вот. А вот заправочка. А вот чуть дальше круг. Вот. Уголек. А вот, кстати, состав с цистернами, но он как-то, может, уже перецепился он в эту сторону. Хотя вряд ли. Ну что, бедолаги, приехали, починят вас тут. А вот, кстати, еще про эти вагоны я забыл. Седьмые это, наверное, для зерна или для чего-то такого сопучивого. , в агончиков. То есть получается у нас семь моделек вагончиков. У Агончиков. Ишь ты! Мне казалось меньше. 7 уже неплохо Эх, выше не получается залететь Да, вон ССЦР настаёт Так, опять мы разогнались Уже надо потихонечку Давай, собирайся Монатки свои собирай Прибываем Ну вот На час сорок Видос Да, ещё пять минут Сейчас пока остановимся Добежим до Диспетчерской Вышки этой Так, легко на часик Ошиблись чисто Ну почти Тут они, чтоб не пугать Наверное, людей Отпускаем Тут мы, наверное На автоматическом Хотя Ну, там машины О, какое-то есть Локомотивное Депо, что ли Или что это Или это Римзона Ну, видимо Ещё закрытая Было бы здорово Совместить Эту игру И Как там Трейн Механикс, что ли Тоже, может быть Кстати, поснимаю Трейн Механик Есть Игра тоже Такая Вышла Не так давно Иначе, кстати По-моему В бете Вот их бы Соединить Вот это Был бы Вообще Зачёт Так Ну что Начинаем Потихонечку Независимкой Наверное Всё-таки Попробуем Чё Не Чё Не Уф Уф Только не Говори, что мы Не докатимся Да Ладно Блин Пятнадцать Ярнов Не докатились Давай Качай Поехали Давай 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 Ну Нормально И чё Прикалываешься Что Наконец Фу Ну Друзья Мы Прибыли Так Всё Выключаем Отключаем Отключаем Нет Полная Полная Служебная Вот Так Ну что Спасибо Ну что Пойдём Пойдём Смену Сдадим Поближе Нельзя Нельзя Остановиться Ёлки-палки Эх 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 Ночь Звёзды Ну как-то Не темно Да Совсем Темно Причём Бежим По асфальту А Звук Как будто По гальке По гравию Подойдите Бежим Бежим Ноги Хоть Размять Могли бы Встретить На каком Нибудь Электрокарчике Ну там тоже В склорешнике Свет Горит Машин Стоят Задачу Выполнено О Отлично Да Сэндпэч Грейт Всё Восьмой Видимо Максимальный На этой Карте Вообще Получается Так Ладно Друзья В итоге Час Сорок Семь Получилось Ну Получается Где-то Три часа Сценарий Ладно Друзья Спасибо Что смотрите Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Предлагайте Свои варианты Всяких Каких Нибудь Не знаю Что можно Сделать В свободном Режиме Чем заняться Что-нибудь Такое Прикольное Ладно Друзья Следующее Видео У нас Будет Зимой Будет Называться Снег И лед Очень Тоже Жду Это Прохождение Мне интересно Самому Зимой Погонять Посмотрим Что это Такое Длиннющий Будет Маршрут Ну Надеюсь Уже Патч Нам Выкатят И Будет Несколько Проще И Интереснее Ладно Друзья Всем Пока До Новых Встреч Продолжение следует